Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня мы с вами проведем эфир. Сейчас только подождем немножечко, пока все соберутся, а я пока анонсирую, о чем мы будем говорить именно. А говорить мы будем сегодня на важную тему, на тему недопонятости друг друга, на тему того, когда мы что-то делаем и при этом обижаемся или не понимаем, почему другие люди ведут себя иначе. Очень часто мы говорим об этом, но я не понимаю, я бы так никогда не сделал, да, как он может. Иногда это выглядит в формате того, что почему меня никто не поддерживает, неужели они не понимают, как это для меня важно. Это выглядит часто как я хочу сделать по-другому, но мне не разрешают кто-то делать. Или я бы хотел жить вообще иначе, но есть какие-то причины. И, в общем-то, наверное, здесь вот это вот то самое «но» является ключевым моментом. И я сегодня хотела бы рассмотреть с вами, почему на самом деле мы так часто с людьми недопонимаем друг друга, почему мы от этого страдаем, и почему очень часто наш собственный успех, точнее отсутствие нашего собственного успеха, мы озвучиваем, если уж по-честному, забегая наперёд сказать, оправдываем тем, что мы бы правду очень хотели, но есть непримиримые обстоятельства в лице кого-то другого. И для того, чтобы со всей этой историей разобраться, а что нам даст, давайте начнём с этого, что нам даст, если мы разберёмся с этой историей. Даст нам эту очень простую вещь – свободу быть тем, кем мы являемся, и делать то, что хочу я. Ну, то есть вы будете делать всё то, что хочу я. Шучу. История именно про то, а можно ли быть счастливым, успешным и реализованным человеком, если ты выполняешь что-то, что хотят от тебя другие, либо не выполняешь того, чего хочешь ты, потому что это не угодно другим. Ну, ответ как бы сразу же очевиден – нельзя. Поэтому давайте будем разбираться, как с этим быть и как с этим жить. Итак, для начала я бы хотела вообще провести такую, знаете, конструктивную разметку людей. Поделить людей условно на две группы. Сразу же скажу о том, что бывает такое, что люди из одной группы переходят в другую группу. Вы позже можете мне написать, из какой группы, как вы думаете, люди чаще переходят. Итак, первая группа людей – это люди, которые являются хозяевами своей жизни. Кто эти люди? Какая у них есть главная отличительная черта? Кто такие эти хозяева? Хозяева – это прежде всего те люди, которые являются причиной всего того, что с ними происходит. То есть берут ответственность на себя. В любой ситуации, в которой бы не оказался хозяин жизни, например, он ждет такси или, ну, давайте, ждет такси, и машина приезжает не вовремя, этот человек начинает ругаться не на таксиста, а на то, что он не вовремя заказал автомобиль. Он же знал, что такое может быть, значит, надо было заказать его раньше. Он сам виноват в том, что дождался какой-то крайней точки. Или, например, у человека нет денег, и он ругается не на то, что у него нет работы, и сейчас в стране такой бардак, а на то, что он не придумал способ, не придумал возможность, не создал для себя возможность, чтобы заработать денег или заработал недостаточно много. В отношениях, если что-то не строится в его отношениях, этот человек обвиняет не партнера своего в том, что он козел, а в том, что он вовремя не среагировал, в том, что он изначально не увидел и состоял в отношениях с партнером, который его не устраивал и тянул это, закрывал на какие-то вещи глаза, на которые не нужно было закрывать. То есть это человек, который берет ответственность. Я называю этого человека водителем. Человек, который сидит за рулем, едет, а не сидит рядом и все время говорит о том, что, значит, ты не туда поехал, не туда свернул, не в яму въехал, значит, ну и так далее. Те, кто когда-нибудь ездил вот с такими рядом водителями, псевдокомментаторами, да, они, конечно же, хотят все как лучше, но тем не менее они все время что-то комментируют. Хозяин жизни – это человек, который отвечает за свою жизнь, за все, что с ним происходит и легко берет на себя ответственность. Мало того, иногда не просто берет на себя ответственность, а даже тащит эту ответственность. Очень часто предпочитает такой человек, может быть, в одиночку, а может быть активным лидером, который соединяет вокруг себя большое количество людей и ведет их за собой. То есть такая тоже история есть. Это как бы первый пласт людей. Скажите, пожалуйста, поставьте плюсики, кто среди вас вот такой явный лидер. А я пока найду крем для рук. Это что-то я чувствую, что у меня… Есть ли такие люди? Подумайте, относитесь ли вы? Поставьте, пожалуйста, мне плюсики, если вы считаете, что вот вы такой явно выраженный лидер. Мало того, вы настолько выраженный лидер, что вы можете даже чужие проблемы. Вот если вы стоите и видите, что стоит кто-то возле кассы и не может найти каких-то денег, вы за него заплатите, только чтобы быстрее он освободил вам кассу. Есть такие, замечательно, прекрасно, супер. Вторая категория людей. Вторая категория явных людей, конечно же, это антиподы первых. Значит, вообще чаще всего, не чаще всего, есть достаточно большой процент смешанных людей, смешанного вида людей, но на самом деле эти пласты тоже серьезно отличаются. Итак, вторая группа, давайте, группа людей, все-таки не пласт, а группа людей, это люди с позицией жертвы. Кто такие жертвы? Ну, все время, знаете, как бы рисуется такая история, что если жертва, то мы не хотим быть жертвами, нам это не нравится. Но по сути я могу вам сказать, что даже те, кто написали, что они активные лидеры, очень часто являются жертвами. Феномен жертвы нужно рассмотреть пошире, для того, чтобы вы узнали его, для того, чтобы вы научились его в себе отслеживать, и самое главное, для того, чтобы вы научились от него избавляться. Кто такая жертва? Жертва – это люди, у которых всегда есть причина, естественно, которая не в них, почему с ними это произошло, почему они не выполнили, почему они сегодня несчастливы, почему не тот партнер, почему не та работа, почему не получается, почему не то с детьми, почему заболел, почему не смог что-то совершить. Всегда есть причина. Безусловно, ответы повсюду. Меня никто не поддерживает, мои родители сказали так делать, я не мог им та-та-та, но это же мама, я не могу ей перечить. Моей жене так больше понравилось. Господи, как он называется? Начальник не платит зарплату. Сейчас такое время, меня сократили коронавирус, поэтому я не могу что-то сделать, потому что сейчас коронавирус, поэтому, естественно, пандемия, я не могу действовать. Это люди, у которых всегда есть причины. И вопрос не в том, вы пишете, я всегда знаю, почему у меня так, а не иначе. Вопрос не в том, знаете ли вы, почему. Вопрос в том, что всегда есть внешние причины у жертвы, в которых виновата не она. Но все было бы неплохо, ну и будь себе эта жертва, да, ну и живи себе на здоровье, у тебя все виноваты. Но у жертвы есть очень четкая модель. Жертва должна сделать так, чтобы привлечь к себе внимание. И жертва должна оказаться в эпицентре жертвенности, для того, чтобы всяческим образом подчеркнуть, что она жертва. Ну да, простите меня, примеры мам для многих являются очень важными. Когда мама говорит, ты меня совсем не любишь, ты мне редко звонишь, тебе уже со мной не интересно, ты уже ко мне не приходишь, конечно, у тебя теперь есть личная жизнь, ты никогда меня не слушал, конечно, я у тебя такая мать, вот я умру и будешь знать. Позиция жертвы всегда несет в себе привлечение внимания. И как вы понимаете, позиция жертвы не рождается из ниоткуда. Позиция жертвы, как собственная позиция лидера, формируется с детства. Давайте немножко покопаем. Откуда это? На самом деле мы с вами с детства самого всегда пытались заслужить внимание родителей. Помните, мы что-то делали и ждали похвалы. Это такой, знаете, на самом-то деле в нас, ну такой генный момент. Генный момент. Мы хотим всегда внимания какого-то. Почему? Потому что отсутствие внимания для многих из нас на генном уровне хранится как смерть. Если на меня не обращают внимания, значит меня нет. И помните как, есть люди, которые вызывают внимание и восхищение с самого детства, что бы они ни делали, они всегда на расхват. Вот всегда им рукоплещут. Помните, в школе всегда такие есть. Вот есть такие явные харизматичные товарищи. А есть другие. И с детства, когда они пытались, они же тоже не просто так такими стали. С детства, когда они пытались, например, там показать, мама, смотри, я там тюбик разрисовал, мама говорила, иди мне некогда. Когда они что-то делали, все время это не воспринимали всерьез. А дети очень сильно зависимы от социальной похвалы. Впрочем, как и взрослые. Просто в детстве мы этого не осознаем. И когда в детстве мы пытаемся привлечь к себе какое-то позитивное внимание, и родители на нас не обращают внимания, что мы начинаем делать? Мы затыкаемся и начинаем молчать или делаем что-то другое? Давайте чуть-чуть поработаем своими головками. Давайте, друзья. Что мы делаем? Как мы пытаемся привлечь внимание, если на нас не обращают внимания? Если мы и картинку нарисовали, и стишок выучили, а нам говорят, все, иди отсюда, мне надо сейчас поработать, ты все молодец, это все, траля-ля. И все время тебя пытаются. Молчим. Ну, кто-то молчит, наверное. Делаем пакости. Спасибо. Конечно, Марина. Мы начинаем включать всяческие внимания. Болеем. Правильно. Давайте рассмотрим. Делаем пакости. По сути, человеку все равно, каким образом привлекать к себе внимание. И когда мы являемся маленькими, мы еще не осознанные совершенно, мы не понимаем. У нас есть четкая потребность во внимании. И когда нас не хвалят, мы думаем, а разобью-ка я вазу. А порежу-ка я мамы на занавески. Мы начинаем всяческим образом привлекать внимание. И очень часто драки у детей в школе, вот эти все какие-то склоки, что-то плохое и негативное, это всего лишь наш неосознанный способ привлечь к себе внимание. И вот мы замечаем, что когда мы делаем что-то хорошее, на нас никто не обращал внимания. А когда мы начинаем делать что-то плохое, на нас начинают обращать внимание. Следующий абсолютно важный момент, который вы сказали, это болезнь. Заметьте, ребенку говорят, иди, приготовь себя покушать, не путайся под ногами. Но как только ребенок заболевает, что происходит? Мамочка бежит к нему, сбивается с ног. Ребенок так просил, мама не ходи на работу, я не хочу идти в школу, давай вместе погуляем. Но как только ребенок заболевает, мама забывает о работе, мама готовит ему кушать, мама покупает ему то, что запрещает в обычной жизни. И это один из таких звоночков, которые вы должны понимать, почему люди впоследствии любят болеть. И почему мамы, когда вырастают с такой же моделью, а мы, как правило, если мы находимся в бессознательном, то есть не осознаем, вот как сейчас, не разбираем, а просто живем, то, как правило, эти программы с нами и вырастают. Маленький ребенок и взрослый человек – это, в принципе, одно и то же, кроме того, что у нас разные обязанности и разный возраст. Все, ничего другого, если мы не работаем над своей осознанностью, не развиваемся, ничего другого нас не отличает. Именно поэтому мы очень часто наблюдаем, как наши родители, как взрослые люди ведут себя абсолютно как дети, используя те же модели. Так вот, ребенок прекрасно понимает, что он, привлекая к себе внимание, ему начинают жалеть, ему начинают оказывать повышенное внимание, он выбирает одна из моделей, одна, которая у него формируется, это то, что болеть и страдать – это хорошо, потому что, когда я показываю свое страдание, другие люди бегут меня жалеть. Первый пункт. Пунктик номер два, который мы с вами рассмотрели и сказали, что мы начинаем привлекать внимание негативными какими-то вещами, делать что-то плохое. Зачем мы это делаем? Мы это делаем с целью того, чтобы на нас обратили внимание. Что происходит, когда на нас обращают внимание? Нас ругают. Но помните, как нас ругают? Если нас ругает мама, нас часто поддержит папа. Если нас ругают родители, кто нас пожалеет? Бабушка с дедушкой. Если нас ругают в семье, найдутся друзья какие-то, которые тебя поддержат. Помните? Всегда, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, у нас есть наша жертвенная позиция, и у нас есть те люди, которые против нас, которые на нас нападают, обижают нас, оскорбляют нас всячески. И есть те, кто нас защищает, те, кто становится на нашу сторону, те, с которыми нам становится хорошо. И что нам становится хорошо? Нам становится хорошо то, что мы делаем с теми, с кем мы объединяемся. Мы осуждаем других, мы обсуждаем, как нам плохо, какие плохие те другие, как они нас до этого довели, как они в этом виноваты. Это же они не обращают на меня внимания, это из-за них я до этого дошел. Мы начинаем страдать со второй стороной, со стороной наших спасателей так называемых, да, то есть у нас такая спасательная игра, у нас есть те, кто нас жалеют, наши спасатели, у нас есть какая-то команда нападающих на нас, и у нас есть я. Кто я? Жертва. Я жертва. И вот, значит, мы, наша жизнь, самая интересная, начинается в чем? В обсуждении, в игре со спасателем против того, кто на нас нападает. Мы свою жизнь начинаем выстраивать как оборону, у нас появляется новый смысл, мы все время, нам теперь есть о чем поговорить, есть с чем пожить, у нас появляется противник, с которым мы начинаем сражаться. Сражаться каким образом? Я буду еще больше пакости делать. Это как раз вот этот период очень яркий, как он называется, переходного возраста. Помните? Если родители становятся с нами в противовес, не красься, не кури, не слушай эту музыку, не одевайся так, не... Сейчас, Влад, я вам покажу буфер. Сейчас. Все. Когда нам начинают активно выстраивать вот этот вот категоричную, типа, нет, мы начинаем сражаться с системой. Нам обязательно нужно... У нас еще в таком периоде есть бунтарский дух. Но если вы думаете, что это только подростковый период, ни хрена. У нас же все вырабатывается привычками. И если мы с вами в течение нескольких месяцев, а потом и лет, встраиваемся в такой формат и привыкаем с кем-то сражаться, привыкаем, что на нас нападают, то у нас с вами меняется, у нас есть тут ретикулярно активирующая система, которая, собственно, исходя из наших моделей поведения, выстраивает собственную картину мира. И у жертвы картина мира выстраивается следующим образом. Если у хозяина жизни она выстраивается, я все смогу, я все сделаю, и вообще, типа, уйдите все, я сейчас все решу, я сейчас договорюсь, то у жертвы она выстраивается таким образом, что все вокруг на меня нападают. И что бы у жертвы не пыталась сделать в жизни, она везде видит одни препятствия. Я пришел в магазин, говорит жертва, на меня продавец косо смотрит. Я не буду в этом магазине ничего покупать. Я пришел устраиваться на работу, но люди, которые там работают, я им не понравился. Мой начальник смотрит на меня не так и платит мне меньше всех остальных. Я хочу что-то делать, но мои близкие меня не поддерживают, и мне очень обидно, поэтому я не могу развиваться. Я бы хотел заниматься другим делом, но я не могу этого сделать, потому что в меня не верят. То есть постоянно у жертвы есть оправдание того, почему весь мир против нее. И жертва, у нее есть такая интересная штука. У жертвы есть потребность чувствовать себя жертвой. То есть, если вы, например, скажете жертве, вот ваш друг, вы видите, что у вас друг типичная жертва, вот он все время у него проблемы, и вы ему пытаетесь найти решение. Вы ему говорите, вот тебе работа, вот тебе машина, вот тебе квартира, вот тебе женщина, держи. Он все равно находит причины, по которым его проблема является нерешаемой. Он как будто бы лепит на себя эти проблемы, он говорит, нет, женщина оказалась плохая, с работы он обязательно с этой уволится или создаст какую-то ситуацию, при которой его уволят. По сути, у этого человека есть потребность, чтобы его условно били. Били. Он будет всяческим, неосознанным образом притягивать к себе ситуации, где бы его били, потому что для него это жизнь. Потому что для него крайне важно, чтобы на него обращали внимание и чтобы он мог по-прежнему вещать о том, что он жертва. Эта история, например, вот у меня работала няня, типичный представитель жертвенности. Когда человек работает, работает, все с ним хорошо, ему вовремя платят зарплату, все замечательно. И вот однажды он приходит с таким выражением лица, такое, знаете, такое трагическое выражение лица. И она прекрасно знает, что для меня трагическое выражение лица это ее мета-сообщение. Что такое мета-сообщение? Мета-сообщение – это когда люди не только словами, но и внешним видом всячески пытаются показать, что им плохо. Помните, когда вот вы приходите, а ваша мама или там ваша бабушка, кто-то там обиделся, так у них уголки опущены рта, и они так вот демонстративненько, да? То есть, когда человек своим видом пытается показать вам, что он жертва, что вы его так обидели, что вы его так оскорбили, что вот такой он бедный и несчастный. И вот, например, приходит моя няня, и вот я ей говорю, что-то случилось у вас, она? Да нет, ничего не случилось. Ты говоришь, ну слушайте, ты же хозяин, лидер. Слушайте, давайте поговорим, что, что не так, давайте, давайте решим. Я просто не могу смотреть на ваше такое лицо. Давайте решим, в чем проблема. Вам плохо, вы себя плохо чувствуете, у вас был хуёвый секс, у вас не было секса, вы хотите в отпуск, вам мало платят, что не так? Да нет, ничего, всё у меня нормально. И вот ты ходишь вокруг, и тебя это подбешивает, потому что, когда ты лидер, когда ты хозяин жизни, ты же тоже не идеальный человек. У хозяина жизни, у него всё должно быть по полочкам, у него всё должно быть понятно, что ты от меня хочешь, куда ты хочешь, что надо сделать, какой результат ты хочешь получить, давай сделаем, получили результат, побежали дальше. А жертва нет, жертве надо пострадать. Жертве очень важен вот этот вот ещё момент страдания, вот обязательно, это надо растянуть, вот об этом надо поплакаться. Жертва это очень неконкретное, вот такое действие, жертва не любит скорости, жертва любит наслаждаться. И вот у вас начинается конфликт, конфликт интересов, потому что хозяин жизни, он, бляха, хозяин жизни, а жертва, она жертва. И вот здесь начинаются, конечно же, основные все моменты. В чём прикол жертвы? А прикол жертвы в том, что жертв на самом деле, естественно, сильно больше, и у жертв гораздо больше форм. И очень часто в вашей семье живёт несколько жертв. И вы одна из них. Если вы живёте со своей мамой или общаетесь со своей мамой, со своим партнёром, будь это мужчина или женщина, и вы друг друга регулярно обвиняете в голове или в таком формате, почему у вас что-то не получается, если вы в разговоре говорите, это ты, нет, это ты, если вы употребляете слова я не могу, потому что ты меня не понимаешь, ты не то, ты не то, а тебе говорят, а ты на себя посмотри, а ты не то, у вас букет жертв. Каждый из которых друг на друга обижен, каждый из которых желает быть жертвой, а жертва хочет, чтобы кто-то другой всё разрулил, потому что он же жертва, если я начну рулить, я перестану быть жертвой, а я хочу быть жертвой, мне нравится быть жертвой, я хочу, чтобы за меня это сделали, вот мне так хочется, и желательно, чтобы как только вы что-то сделаете для жертвы, жертва найдёт ещё одну причину, в конце скажет, почему вы всё равно виноваты, что бы вы жертвой не делали, всё равно будет виноват. И вот в таком букете прекрасно вы живёте. И вот вы приходите ко мне на рерайтер жизни и говорите, вот я не могу поменяться, потому что моя мама не даёт мне такую возможность, мой муж меня контролирует. Вот вы приходите к своему мужу и говорите, ты знаешь, ты не прав, меня не надо было контролировать, а ваш муж говорит, в смысле не прав, в смысле не надо было контролировать, это всё из-за тебя, это ты вообще начала вот это ходить, какой-то фигнёй заниматься. И вот вы сидите с этой всей проблемой и не понимаете, что делать. Конечно же, у нас есть дальше переключение типажей. И как я вам уже сказала, бывает такое, когда жертва превращается в лидера. Бывает ли такое, что лидер превращается в жертву? Бывает. Конечно же, бывают, бывают различные периоды, бывают, когда человек устает, но тем не менее, я знаю только временные переключения хозяина жизни, вот этого лидера в жертву. То есть при каких-то очень таких, знаете, серьёзных обстоятельствах, когда сильно достали, но хозяин жизни не может быть жертвой долго. Как правило, в течение часа он сильно устает быть жертвой, он понимает, что отлично он побыл жертвой, замечательно, но теперь, извините, мне с этого долбоёбного общества нужно куда-нибудь сбежать, говорит хозяин жизни. Вы тут, пожалуйста, разбирайтесь, кто там в чём виноват. Я беру свой чемодан и отсюда ухожу. Как-нибудь разберусь. Мы все говорим, куда же ты пойдёшь? Как же ты будешь это решать? Ты же без нас. Он говорит, вы знаете, мне без вас как-то сильно лучше. Почему я рассказала вам эту историю? Потому что я хочу, чтобы вы очень хорошо осознавали, что это те роли, в которых мы с вами находимся, и которые мы с вами для себя осознанно, а изначально неосознанно выбираем. И до тех пор, пока вы находитесь в неосознанном состоянии жертвы, когда у вас есть миллион причин, почему вы не можете, вот, например, человек мне говорит, я бы хотел прийти к вам на марафон «Рерайтер жизни». Я говорю, так, приходите. Он говорит, ну вы понимаете, я сейчас очень занят. Я сейчас ещё прохожу какой-то тренинг, я очень занят. Я говорю, а, понимаю. Он говорит, ну я бы всё-таки хотел. Я говорю, ну созреете, придёте. Через три дня человек пишет. Вы знаете, я бы всё-таки хотел к вам прийти, но я бы хотел прийти и купить самую дорогую версию. Я говорю, ну так покупайте. Он говорит, ну нет, понимаете, у меня вот есть только деньги на самую дешёвую версию, а я бы хотела на самую дорогую. Я это называю мозгоёбством, на самом деле. Я это называю мозгоёбством, я это называю мастурбацией мозга собственного. Знаете, когда человек сам сидит и себе, значит, там удовлетворяет свой мозг, свою потребность во всяком говне, ну, в таком. Потому что я, например, ценю своё время, и для меня очень важно понимать, чем я сейчас занимаюсь, и заниматься этим честно. Если я сейчас разговариваю с вами, значит, я разговариваю с вами, не обращая внимания на флук. Если я сейчас пью кофе у Макдональдса или хочу поковыряться в носу, значит, я наслаждаюсь ковырянием в носу. Вот, собственно, и всё. Поэтому для меня крайне важно вот эти все вещи расставлять. И я очень хочу, чтобы вы прекрасно отдавали себе отчёт, что если сегодня в вашей жизни всё время находятся причины, по которым, увы, что-то не готовы сделать, расстаться с дурацких отношений, начать заниматься собственной физической формой, начать заниматься своим мозгом, начать выстраивать свой бизнес, выстраивать свою жизнь, начать знакомиться с собой, что угодно. Вы жертва. Вы жертва. Это не означает, что хозяин жизни делает это всё, но это означает, что хозяин жизни чётко выбирает, что он делает, и прекрасно знает, почему он не делает остальное. Он и не претендует сейчас делать всё. Жертва же подаёт себя, как человек, который хотел бы всё, но есть непреодолимые обстоятельства для нашей великой любви, и почему мы не можем быть вместе. Это вот, знаете, из этой же истории. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня задали себе этот вопрос и ответили честно, а кто вы. Это первое. Второе, очень важный момент. Мы, как ни крути, живём с вами в обществе, в окружении. И, конечно же, окружение наших близких и наших друзей, особенно если вы начали меняться, очень часто вот это окружение состоит из типичных жертв. То есть это люди, которые всяческим образом пытаются притянуть наше с вами внимание и пытаются нас оставить среди себе подобных. Как это выглядит? Ну, смотрите, вы находитесь в окружении жертв, и вы жертва. Чем это, как это выражается? Вы вместе тусите, вы вместе обсуждаете проблемы, вы вместе сплетничаете, вы вместе обсуждаете новости. Вам вместе хорошо. Вам всегда есть о чём поговорить, вам не нужно соревноваться, кто из вас богаче, потому что вы плюс-минус одинаковые, у вас одного поля проблемы, и вообще вам хорошо, вам комфортно, вам можно вместе побухать, поугулять, всё нормально. И вдруг, в какой-то момент, то есть это происходит именно так, потому что если вы явный лидер, то в вашем окружении жертв практически не осталось, и вообще эта тема для вас не актуальна, потому что вы и сами знаете, что делать. Но, когда вы начинаете меняться, первыми, значит, обычно начинают, взвиваются родители. Ты уделяешь мне мало внимания, как твои дела, ты стал что-то не то, ты много думаешь о деньгах, у тебя там, почему ты перестал встречаться с Машенькой, значит, она же такая хорошая девочка. Жертва пытается всячески привлечь внимание, и если вы каким-то образом это внимание не даёте ей, говорите, я занят, жертва начинает страдать, и что начинает делать мама? Болеть. Вы знаете, когда это произошло с моей мамой, мне казалось, что моя мама совершенно не такая. Ну, вообще, потрясающая женщина. Она и на самом деле потрясающая. Но я очень хорошо помню наш с ней переходной период. Это был как раз 2011 год. Я находилась в состоянии беременности, и затем я родила ребёнка, и у нас были периоды, когда мы с мамой не общались по пару месяцев вообще. Это был нонсенс. И я помню, как каждый раз, когда я звонила маме, ну, там, мы мирились с ней спустя какое-то количество времени, созванивались, и я спрашивала, как мама на дела, она рассказывала о том, как она серьёзно болела. И мама всяческим образом пыталась привлечь моё внимание именно тем, что она тяжело болеет, страдает, значит, там, по-своему это делала, но тем не менее, меня это жутко злило. Потому что я как раз из тех людей, то есть это тоже не самая здоровая сторона моя была, я над этим работала много, меня жертвы вводят в состояние, я беру пистолет и расстреливаю. Ну, то есть, как вы понимаете, это не совсем нормально, это уже психическая адекватная реакция была. То есть я вижу жертву, я её не пропускала мимо, я не позволяла ей быть жертвой рядом со мной. Если она проходила рядом со мной, вот знаете, есть у некоторых людей, у мужчин такое, вот на ребят геев, вот они, если не видят гея, им надо его бить. Мне вот всё равно, гей он там, не гей, ну какая мне разница, в какое место кого он трахает. Но вот у мужиков такое есть у некоторых, вот у меня такое было с жертвами. Я видела жертву, я просто как вампир, мне просто надо было её расстрелять, разорвать в хлам, вот ничего не могла с собой поделать. И мама, значит, вот у меня включала вот эту историю про болезнь. И вот когда вы начинаете, значит, меняться, мама пытается, вас родители начинают вас каким-то образом подёргивать, не получается, и тогда включается история про болезнь, чтобы посадить и вызвать вас в чувство вины. Я хочу, чтобы вы понимали, что это не болезнь мамы, это не что-то такое, это обычная её манипуляция, её способ, не потому что она плохая, не потому что она желает вам зла. Это вот, знаете, как на холод сопли. Вот у мамы такая же реакция, жертвенная реакция, поэтому в этот момент вы должны быть стойким человеком. Вы должны сказать, мамочка люблю, но если вы начнёте маме в этом потакать и эту взаимосвязь устаканивать, то вы должны понимать, что мама всё время будет болеть. Давайте, всё, восстановилась. Мама будет постоянно болеть, поэтому вы должны маму пожалеть и не позволять ей болеть. И сказать, мам, вот тебе мандарины и апельсины, выздоравливай, пожалуйста, очень люблю, приду, когда выздоровеешь, боюсь заразиться. Да, вы будете выглядеть в глазах мамы сволочи, но вы должны эту связь разорвать и сделать пользу для мам. Следующий момент. Когда это происходит, например, часто мне говорят, вот я не могу пойти наперекор своим родителям. Я говорю, а почему? Ну вот, я их люблю. Не, не, любишь, да. А почему? Оказывается, мне мама всё время рассказывает, что нужно делать. А почему она тебе рассказывает, сколько тебе лет, взрослый человек? Что оказывается в результате? В результате очень часто оказывается, что люди живут, взрослые, да, 20, 30, 40, больше, живут со своими родителями. Родители полностью контролируют их жизнь. Родители, эти, конечно, взрослые товарищи, не работают, решают свои, рожают детей, приходят жить со своими родителями, выясняют свои отношения в кругу родителей и при этом говорят, а как мне сделать так, чтобы моя мама на нас не влияла? Тут история совсем другая. Тут история про вашу собственную болезнь, которую вы принесли своей маме, как взрослый человек. Вы сняли с себя всю ответственность, вы стали жертвой в жертве, то есть вы вообще такие жертвенные, пришли, мама, помоги. В моей практике такое было с моим мужем на 20 лет меня старше, когда мы приперлись к моей маме под эгидой того, что мы хотим подэкономить денег и так далее, и целый год жили у моей мамы, при этом рассказывая ей, как жить на ее территории, выстраивая мамино поведение на ее территории и устраивая с ним такие концерты друг с другом и разборки, что маме нужно было вообще уйти. Я маме сказала, мама, если когда-нибудь в моей жизни, не дай бог, случится такое, что я скажу тебе, можно я к тебе, никогда в жизни, блядь, меня не пускай, мама, никогда в жизни. Я взрослая женщина, и я должна решать все свои вопросы самостоятельно, без тебя и без твоей территории. Поэтому, если вы живете сегодня с родителями и пытаетесь сейчас, послушав эфир, отстроить свою маму, то прежде всего отстройте себя, потому что вы сейчас больны. Это нездоровая ситуация, когда вы выросли, начали трахаться, рожать детей, жениться или делать все вместе и пришли на территорию к своей маме. Как только начали трахаться, считаете, что вы взрослые, валите нахрен от мамы, зарабатывайте деньги и валите нахрен от мамы. Никогда не связывайтесь девочке с мужиком, который тащит вас на территорию своей мамы. Никогда, тем более, не связывайтесь с мужиком, которого вы притащите на территорию своей мамы. Нету таких ситуаций, нету таких обстоятельств, ничего такого нету, когда бы вы могли жить с родителями. Запомните это. Если вы сейчас живете с родителями, то отгрызите себе ногу, отсосите на дороге у кого-то и валите в свою взрослую жизнь. Вы должны жить отдельно. Убирайте свою жертвенную позицию, что мы сейчас, нам родители помогают, вы взрослые, мать вашу, валите, пожалуйста, вон из квартиры своих родителей. Это агрессивно вам даже сейчас говорю, но это очень правильно, это мега правильно, и поэтому просто забудьте историю про то, что поживите-ка у нас. Я хорошая мать. Если вы хорошая мать, никогда не пускайте своих детей к себе жить. Просто запомните это, как отче наш, и вам отвечаю за эти слова, как человек, который за этим и наблюдал, и в этом жил. Так вот, если вы эту проблему решили, и вы теперь живете самостоятельно, но ваша мама пытается вам рассказать, как лучше в ваших отношениях вот это вот делать, жить тебе с ним или не жить, мама пытается жить вашей жизнью. Скажите, мама, люблю тебя до безумия. Я своим рерайтовцам, они говорят, непонятно, на какие темы разговаривать с мамой, потому что с мамой, оказывается, можно было обсуждать только негатив. О чем говорить с мамой, кроме погоды? Подготовьте темы для мамы. Подготовьте темы для мамы. Найдите в ютубе классное, интересное видео. С моего лучше не начинать. Любое. Про готовку сырников, про то, как построили большой дом, про кота, который получил большое наследство. Любую тему, которая маме может быть интересна. И скажите, мамульчик, посмотри. Пришли к мамульчику и обсуждаете, как с шерсти кота вязать варежки. Как, значит, там подготовьте своим близким темы, на которые вы можете общаться. Они общаются на те темы, на которые привыкли. И очень часто мы не хотим видеться со своими родителями, потому что мы не знаем, о чем с ними говорить и не хотим обсуждать опять какие-то сплетни, опять проблемы, опять сколько было пожаров, опять сколько людей умерло от коронавируса. И мы не хотим это обсуждать. Поэтому у вас должны быть заготовочки, друзья. Заготовочки. Вот, да, вот такая вот у нас нынче с вами замечательная, прекрасная жизнь. Это важно. Не сделайте заготовочки, будьте потом разбирать всякую фигню. Так вот, мы разобрались с мамой, что если родители не влияют на нашу жизнь, мы имеем право выстраивать свою собственную, любя родителей, и говорим, слушай, люблю, 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 но прости, есть дела. Приехала к тебе, обсудила про кота, про собаку, про еще что-то, все, опять есть дела. Очень просто решается. Что касается ваших друзей и знакомых. В тот момент, когда у вас, вы поменялись, у вас не будет вопроса, воля, а что нам делать с вот этими людьми. Они у вас отпадут сами по себе. Но в тот момент, когда вы только начинаете меняться, в тот момент, когда вы из позиции жертвы, мы говорили, что вы все жертвы, жертвам вместе интересно. Можно плакать, можно ныть, можно бесконечно обсуждать, это веселые праздники, веселая бухалова, бухалова, это все веселое, потому что вы вместе сидите в жопе, и вам прекрасно там себя вообще чувствуется. И вот вы вылезли из этой жопы, значит, какой-то черт вас дернул, пришли к Ермиловой, наслушались ее, пошли к ней на марафон, поняли, что вы в жопе. Вы вышли из жопы, смотрите туда, думаете, фу, там и какашки, и волосы, короче, какая-то фигня, вообще не хочу туда. Но там же ваши друзья, так называемые, вы с ними вместе выросли, вы там, у вас так, ну, вы прям себя чувствуете, ну, как-то высокомерным, будете себя чувствовать, если вы от них уйдете, не можете себе так вот просто это позволить. Что делать? Вы знаете, что происходит в этой ситуации? Когда вы перестаете быть жертвой, жертвам это не нравится. Почему? Потому что они чувствуют, что вы стали каким-то другим. Что в этот момент говорят жертвы? Ты изменился, что-то от тебя говном больше не воняет, да? От тебя неприятно пахнет, это Шанель, фу, фу, какая гадость. Они начинают на вас наезжать. Почему? Они же жертвы, они продолжают действовать по собственной модели. Они начинают привлекать внимание и говорить. Сначала, помните, что начинается? Если у вас появились деньги, одолжи мне денег, ой, я такой бедный и несчастный, ой, у меня заболела собака, ой, мне так плохо. Ой, они начинают притягивать внимание ваше всяческим образом. Потом они пытаются вас вернуть. Они говорят, пойдем вместе побухаем. Это вот знаете, когда у моего мужа был друг, с которым он гулял, по женщинам. И вот мой муж познакомился со мной и перестал гулять. Стал гулять только со мной. И вот его друг отчаянно пытался, простите, вырвать его к проституткам каким-то там, в Египет на яхте поехать покататься. Он прям рычал, потому что я забрала у него друга по блядкам. Ну вот, давайте так, откровенно. Так он мог вместе с ним ходить, тусить, гулять с девчонками. А так перестал. То же самое проявляется у ваших друзей. Они пытаются вас всяческим образом вернуть и привлекать к себе внимание. Но парадокс заключается в чем? Когда мы перестаем быть жертвами, нас жертвы начинают бесить. Ну мы типа вышли из жопы, и мы видим, что это жопа. Когда мы были в жопе, нам казалось, что это мягкие стены, приятный аромат, расслабиться, мягкие сидения. А потом мы вышли и видим, это же жопа, это же жопа. Не-не-не. И вот они нас туда говорят, зайди-ка к нам, вернись, давай, ты такой, это жопа. И ты думаешь, это же мой друг, это же друг в жопе. И часто у хозяина жизни включается тема «Я тебя спасу». Д'Артаньян и три мушкетера, я тебя спасу, дай, друг, мне руку, я тебя вытяну из жопы. Что происходит в этот момент? Человек сидит в жопе, он страдает, у него есть на все причины, он периодически получает для себя вот это подкрепление, что он жертва, что все в жизни говно, ему нравится в этом. И вдруг, его друг, вдруг его друг, говорит, дай руку, выйдешь из теплой жопы. Друг стоит, говорит, там классно, там земля, там возможности, а ты в своей теплой жопе, тебе там хорошо, я не хочу выходить. И друг тебе протягивает руку, ты говоришь, я с тобой не пойду. Почему? Потому что в данном случае человеку, жертве придется меняться, ему нужно выйти из комфортных для себя условий, из того, где ему тепло, замечательно, ему тут нравится страдать, у него тут целый мир, он знает, где что стоит, он знает, кого пнуть, он знает, кто его пнет, кто его оскорбит, на кого он опять обидится. А выходить туда, это другой мир. И там этот друг стоит и протягивает ему руку, друг становится врагом, потому что он вытаскивает тебя из твоих удобных условий, тебе здесь хорошо. Вы понимаете, какой конфликт интересов? Ты стоишь там, страдаешь, ты думаешь, господи, я плохой друг, я же его в жопе оставил. А этот говорит, ты говно, уйди отсюда, мне тут хорошо. Он говорит, да я тебя вытащу, он говорит, да не надо меня вытаскивать. Вы понимаете, что это разные группы людей, жертва и хозяин, это люди с противоположным виденьем. Вот почему у вас не получается дружить, вот почему тупо, когда вы начинаете меняться, вы говорите, ну меня же не поддерживают, что же мне делать, как же мне быть хорошим для них. Да никак, да никак, ну никак. Вы становитесь разных пород, нехороших и плохих, разных. Есть пудель, есть инбернар, обе собаки, обе классные, но разные. У них разные масштабы, разные зубы, разная еда, потребность в разном. Понимаете? Это очень важно, не надо ни прощать, ни отпускать. Что нужно сделать? Вот хороший вопрос, у нас скоро будет конец эфира. Что нужно сделать? Как во всем этом быть? Первое, осознанность. Что такое осознанность? Осознанность – это то, что вы сейчас об этом знаете. Мы живем и не задумываемся о том, почему так происходит. Мы пытаемся решить проблему, не найдя ее природных источников. Мы не разбираем эти ситуации. Мы отчаянно, годами пытаемся понять, почему моя мама меня так сильно не любит, и обижаемся на нее. Почему мои друзья меня не принимают? А друзья говорят, он стал козлом. И мы страдаем от этого, пытаясь найти, что же такого козлиного во мне появилось из-за неосознанности и непонимания этой природы. Осознание – это когда мы с вами разбираем. Вот мы сегодня с вами поговорили и увидели с вами, что, ёпси, так мы просто разные. Вот, оказывается, как эта картина выглядит. Когда мы это понимаем, то первая, единственная логическая мысль, которая к нам приходит, звучит следующим образом. Я хочу быть таким, каким я есть. Я хочу идти по своему собственному пути. Я – это не моя мама, не мои друзья, не мой шеф и не моя бабка. Я – это даже не мой муж и не мои дети. Я – это я. Чего я хочу сам? И вы знаете, удивительно то, что это для большинства людей является самым сложным и самым длительным поиском. Потому что вне зависимости от того, сколько вам сегодня лет, 16, 30, 20, 50, 70, это совершенно ничего не означает. Возраст – это всего лишь возраст. И если вы никогда не задавались такими вопросами, если вы целенаправленно не росли и не искали этот ответ, то его сейчас у вас нету. Но его нужно найти. Взять, остановиться и оттолкнуться, поняв, чего желаете вы. Не ваша мама, не ваши родственники, не кто-то там еще, а вы. И второе, что мы должны осознать, это то, что так, как я хочу жить, так, как я хочу, другие люди имеют право жить, как они хотят или как они выбрали. Потому что очень часто люди просто выбирают какую-то модель, как я уже сказала, неосознанно, не понимая, почему это произошло. Возможно, они когда-то проснутся, попадут на мое видео, на чье-то другое видео, прочитают какую-то книжку, у них появится такая потребность, а возможно и нет. Это случится не с каждым. Но с вами, если это случилось, то грех теперь закрывать на это глаза. Потому что, ну, зачем это делать? Когда к нам приходит это осознание, у нас буквально сразу исчезает элемент страдания. Мы перестаем страдать, что нас не любят, что кто-то что-то может с нами сделать. Нет, мы понимаем, что мы являемся причиной всего того, что с нами происходит. Я вам скажу дальше, что в жизни абсолютно все ситуации, которые у нас есть, мы сами и создаем с помощью наших мыслей. Но это уже подальше. А для начала нам очень важно понять, кто мы и чего мы хотим. Я какой и чего я хочу. Обрезав ниточки невидимые, которые мы пораздавали обществу, президенту, директору школы, своей маме, бабушке, мне не мешает любить своих близких осознание того, что я не нуждаюсь в их мнении. Я не нуждаюсь в их поддержке. Мне очень приятно, что моя мама меня любит и поддерживает. И тем не менее, если бы она мне сказала, дочь, ты все в жизни делаешь неправильно, это было бы всего лишь ее мнение, ее личная позиция, которую я уважаю. Было бы мне это неприятно? Было бы. Повлияло бы это на меня? Нет. Не повлияло бы. На меня ничто не повлияет, потому что я прекрасно знаю, кто я и чего хочу. И работаю над этим каждый свой день. Дело в том, что в нас заложено огромное, бесконечное количество неосознанных, бессознательных программ, когда нам с детства очень много всего говорили, а мы это все в заправду закладывали. Но когда мы с вами начинаем понемножечку вот это разбирать, как я только что вам сделала, это же не сложно было, правда? Наша картина мира в голове переворачивается. И делается это достаточно быстро. И поверьте, если вы посмотрите моих эфирчиков, там штучек 20-30, а если возьмете себе за привычку смотреть каждый день, то уже через месяц ваша голова начнет работать иначе, ваша картина мира перезапустится. А если вы начнете работать над этим целенаправленно, решите погрузиться в эту историю, пожелаете изменить свою жизнь, то поверьте, через год вы не узнаете себя и свое новое мышление. Все начинается в голове. И до тех пор, пока в голове у вас есть запреты, программы бедности, программы жертвенности и так далее, к сожалению, наша реальность мало каким образом будет отличаться. Вы будете все время с этим сражаться, это как, знаете, во время дождя, вот сейчас я сижу, вытирать стекло. Ну, вытирай, оно все равно накапает. Нужно решить с причиной, убрать дождь. Итак, 28 апреля, у меня все время кретинизм, я буду проводить мастер-класс. Это уже совсем скоро. Я буду проводить мастер-класс, в котором я буду рассказывать о современном запуске, называется он создатель, создатель своей жизни, о современном запуске успешного человека, то есть запуске человека в современном мире. Я уже неоднократно рассказывала и прошлый эфир весь посвящал тому, что мы с вами по-прежнему, мир очень сильно изменился, все изменилось, технология изменилась, вообще все поменялось вокруг, а мы по-прежнему с вами растем в программе того, что надо 300 тысяч лет учиться, для того, чтобы потом понять, что я не знаю, кем я являюсь. И я хочу и готова, и буду делиться с вами на мастер-классе о том, каким образом уже с момента рождения, или, если мы уже с вами родились и детей уже своих воспитали, с того момента, на котором мы оказались, каким образом нам перезапуститься, каким образом нам в современных реалиях не искать себя годами, а найти себя быстро, каким образом нам помочь своему разуму убрать все старые шаблонные, стереотипные мышления и программы, которые в нас заложены, как мы должны на самом деле жить и развиваться и установить новые. Я вас всех приглашаю. Стоимость мастер-класса очень условная, 5 долларов всего лишь. У меня есть ссылки в сториз сейчас, потому что не знаю, где они еще будут. Ссылки в сториз, они точно будут каждый день, где вы сможете перейти и, собственно, приобрести. Если вы вдруг не видите эту ссылку, напишите мне в директ, если вы хотите приобрести мастер-класс, или можете написать прямо под видео, когда оно будет опубликовано. И мы вам пришлем эту ссылочку. Я очень хочу, чтобы вы научились думать. Я очень хочу, чтобы вы убрали от себя все ограничивающие программы, шаблонные, которые навязаны нам и которые работают на подсознательном уровне. То есть мы даже не понимаем, что они у нас работают. Я очень хочу, чтобы вы приняли решение из позиции жертвы, пусть плавно, пусть криво, пусть косо, но начали переходить в хозяина жизни. Потому что в этом состоянии вам будет гораздо комфортнее. Ну а те, кто доберутся до рерайтера жизни, я уверена, что с вами это непременно случится. Спасибо всем огромное. Я вас очень попрошу в качестве благодарности после опубликации эфира написать несколько слов, понравился вам он или нет и стоит ли его смотреть кому-то другому. Всем большое спасибо.